МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь они имеют стабильный доход от продаж. В этом году у них подросло 10 здоровых бычков. Денег, конечно, не хватало на приобретение молдняка для выращивания. Потом обратились в соцзащиту местного Ульяновского района. Нам посоветовали соцконтракт на покупку телят. Ну, крупный рогат в кота на три головы, то есть на 50-51 тысячи выделили. Ну, я решил, ну, то есть как бы все, бизнес-план составил, принес бизнес-план. Выделили мне деньги, купил я телят. Дело развивается, теляты растут. Но с расширением производства увеличиваются и расходы, в том числе и на корм. С кормами только сейчас тяжеловато, конечно. Сейчас с Нового года все после поднятия НДС, все хозяйства подняли стоимость кормов. И теперь уже как бы тяжеловато приходится откармливать. Но Салим не отчаивается. В будущем он намерен расширить свое производство и еще раз заручиться поддержкой от государства. Получить материальную помощь не так уж и трудно. Достаточно оформить заявление и предоставить справку о доходах семьи в соцзащиту. Всех людей, получающих выплаты, курируют соцработники. Они наблюдают за тем, как распределяются деньги и даже могут подсказать, как эффективнее распорядиться полученным капиталом. Перед тем, как выдать социальный контракт, мы обязаны посетить многодетную семью, посмотреть условия проживания многодетной семьи. И в случае покупки крупнорогатого скота мы должны посмотреть условия будущего проживания животных. Соцконтракты могут пригодиться и в решении вопросов ЖКХ. Например, люди могут получить возможность спокойно выплачивать долги за коммуналку, не лишаясь государственных дотаций. С 2017 года у нас действительно начал рост и заключение соцконтрактов на подсобное хозяйство. Это не только подсобное хозяйство, это еще у нас для выхода из сложной жизненной ситуации на жилищно-коммунальное хозяйство, оплату жилищно-коммунальных услуг. Все вы знаете, что если у нас существуют льготы, и если граждане прекращают платить, то им, соответственно, не оказывается мер соцподдержки. Поэтому мы людям заключаем соцконтракт, люди выплачивают, соответственно, свои задолженности и продолжают платить за жилищно-коммунальные услуги и, соответственно, получают меры соцподдержки. Покупка скота, улучшение жилищных условий и погашение долгов. Каждый контракт составляется индивидуально в зависимости от потребностей граждан. Программа действует с 2014-го. В первый год было заключено всего 22 договора. К 2019-му цифра заметно выросла. Уже 6 тысяч семей получили возможность материально развиваться. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.